Друзья, приветствую на моем канале о вязании крючком. В этом видео рассмотрим два способа вязания столбиков с накидами. Охотники за простыми, но интересными узорами смотрите видео до конца. Первый способ. Провязывая столбик с накидом вставляем крючок в петельку. Взглянем на вязание сверху. Видим на вершине ножки столбика две дуги, формирующие петлю. Под этой петлей, если внимательно присмотреться, расположена внешняя петелька. При обычном вязании вставляем крючок под эту петельку. Крючок оказался между внешней петлей и основной в виде колоска. Провязывая в петлю столбики с накидами или с несколькими накидами получается почти плоское полотно. Существует альтернативный способ вязания столбиков с накидами, позволяющий внести разнообразие в вязание. Попробуем связать полотно столбиками с накидом под арку. Я провязала первый ряд столбиков. Сразу отмечу первое различие. Если вяжем столбики с накидами в петлю, то после набора петель подъема, крючок вставляем в четвертую петельку, то есть в петлю второго столбика. При вязании столбиков с накидами в арку крючок вставляем между первым и вторым столбиком предыдущего ряда. Второй момент. Провязывая столбик, под ним скрывается и основная петля из двух дуг и внешняя. Провяжем еще один столбик с накидом в арку. Вязать под арку можно не только столбиками с одним накидом, но столбиками с двумя и более накидами. Дошли до конца ряда, заканчиваем ряд, вставляя крючок между предпоследним столбиком и петлями подъема. Внешний вид полотна при вязании столбиками с накидом в арку и при вязании классическим методом в петлю различается незначительно, если вязать тонкими нитками, но при вязании толстыми нитками, как я сейчас, хорошо выражен объемный узор. Столбики с накидом выглядят рельефнее в основании. Такой простой узор идеален для начинающих, желающих приступить к вязанию шапок, шарфов, детских кофточек, да и в целом для тех, кто в поисках простых красивых узоров. Не путайте эту технику с вязанием под арку из воздушных петель, хотя принцип такой же, только результат, внешний вид полотна совершенно иной. Теперь вы знаете, как вязать столбик с накидом под арку и в петлю. Новые знания помогут лучше понимать схемы и описание вязания одежды, предметов домашнего декора и других интересных вещей. Если возникли вопросы и есть что сказать по теме, пишите в комментариях, поддержите меня лайками. Ваше внимание укрепляет мое желание снимать новые видео по вязанию крючком. Всем добра, всем пока!